Привет! Сегодня мы с вами сделаем простой ЧПУ-станок на Ардуино. Данная модель больше демонстрационна и в основном умеет только рисовать. Но теоретически возможно установить гравер с гибким валом или лазер для гравировки. Но в любом случае модель показывает принцип действия и настройки ЧПУ-станка. Для более серьезных проектов электроника, прошивка и программы для управления будут такими же. Вообще цель создания этого станка – тренировка навыков 3D моделирования, поиск разнообразных сложностей, которые могут возникнуть в процессе создания инноватки ЧПУ-станков. На сегодня целью будет запустить станок и создать самостоятельно простые G-коды для гравировки. Но обо всем по порядку. В первую очередь было необходимо представить, что должно получиться в итоге. Приобретать какие-то новые детали для прототипа станка в моем плане не входило. Поэтому использовались исключительно детали, которые оставались от предыдущих проектов. Но в любом случае было необходимо получить 3 полноценные оси X, Y и Z. Смоделировав необходимые детали, исходя из имеющихся комплектующих. Из деталей потребуется опора для оси Y. Детали довольно универсальные и их потребуется 4 штуки. Эти детали служат для крепления направляющих оси Y, а также шагового двигателя. Притом есть возможность установки двух двигателей для оси Y. Для оси X потребуются две детали. Эти детали также одинаковые и служат для крепления направляющих оси X и шагового двигателя. Сами же детали будут перемещаться по направляющим оси Y. Здесь предусмотрены места для линейных подшипников на 6 мм и ходовой гайки. Следующие две детали представляют собой SZ. Каретка SZ будет перемещаться по 8 мм направляющим. А за перемещение будет отвечать небольшой шаговый двигатель. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Вот такие шаговые двигатели очень дешевые, но в своем первоначальном состоянии не могут работать с драйверами A4988. Поэтому движок нужно доработать. А именно снять защитный пластиковый колпачок, под которым будет небольшая плата. И на этой плате перерезать средний контакт. Теперь двигатель может работать с драйвером A4988. А также его мощность увеличится, потому что в работе будет задействована целая обмотка, а не половинка, как в первоначальном виде. После моделирования детали распечатываются на 3D принтере. И после желательно пройтись по всем отверстиям сверлами с соответствующим диаметром, чтобы выровнять размеры и убрать какие-то огрехи 3D печати. Далее необходимо запрессовать линейные подшипники в предназначенные для них места. Ничего сложного здесь нет, вставляем подшипник и задавливаем его внутрь при помощи тисков. Следующим этапом устанавливаем шаговые двигатели на предназначенные для них места. Крепить они с помощью винтов М3. Если нет винта подходящей длины, можно подложить гайку или шайбы. Аналогично с подшипником образом запрессовываем ходовую гайку в предназначенную для нее место. Дополнительно ходовую гайку лучше зафиксировать с помощью винтов М3. Устанавливаем валы, в данном случае 6 мм в предназначенные места, и получаем частично собранную ось X. Ось Z собирается похожим образом. Сначала по всем отверстиям проходим со сверлом нужного диаметра, далее запрессовываем по два подшипника и ходовую гайку. Отверстия для крепления ходовой гайки также имеются. Каретка устанавливается на валы 8 мм. В каретку предварительно нужно запрессовать два линейных подшипника и ходовую гайку. Чтобы увеличить место для муфты, соединяющей двигатель и винт, двигатель вынесен из корпуса оси с помощью двух болтов М3. В каретку оси Z вкручиваются два винта М3 для крепления рабочего инструмента. На этом подготовительная операция закончена и приступаем к финальной сборке. Особых комментариев тут не требуется. Думаю на видео все понятно. Продолжение следует... В качестве основания используется лист ДСП, к которому с помощью саморезов прикручиваются четыре опор станка. Я думаю понятно, что рабочая область ограничена только размером направляющих и может быть как больше, так и меньше. В моем случае рабочая область будет примерно 17-17 см. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После сборки проверяем плавность хода каретки. Каретки должны двигаться плавно и без заеданий. Перейдем к программной части. Для работы с китайскими станками, а также с ардуино требуется драйвер. Его необходимо установить. Далее нужно скачать прошивку GRBL. Вместе с прошивкой идет куча дополнительных файлов. Скачиваем архив GRBL Master. Разархивируем его. Внутри будет несколько папок и файлов. Нам нужна папка GRBL. Добавляем ее в zip архив. Именно в zip, это важно. Переходим в программу ардуино. Скачать ее можно с официального сайта ардуино. Переходим во вкладку Sketch. Далее подключить библиотеку. И добавить в zip библиотеку. Выбираем наш zip архив GRBL и нажимаем открыть. И библиотека добавится. В моем случае она уже установлена. Теперь в меню подключить библиотеки. С самого низу можно увидеть библиотеку GRBL. Далее подготавливаем плату ардуино к прошивке. Подключаем ее к USB в ходу компьютера. В меню инструменты. Плата. Выбираем ардуино УНО. А также выбираем компорт, к которому подключена ардуино. Переходим в меню файл. Примеры. Выбираем GRBL. И вот она прошивка. Перед нами. Остается только нажать проверить и загрузить. Теперь ардуино прошито и практически готово к работе. В качестве блока управления будет использована плата расширения для ардуино УНО. С названием CNC Shield. На плату необходимо установить драйверы двигателя А4988. А также установить джамперы для деления шага. Но джамперов у меня не было, потому я просто появил места для их установки. Сразу же подключу провода для питания моторов. Все оси подписаны. И одноименные моторы подключаются в эти колодки. Все очень удобно, никакой пайки. В разъем питания установлены провода для подключения к блоку питания. Питать все это дело буду от 12 вольт. Для корректной работы двигателя необходимо выставить опорное напряжение на драйверах. Для этого подключаем плату ардуино к компьютеру или любому USB. Минус мультиметра кидаем на общий провод или на минус питание. А плюсовой щуп цепляем к отвертке и проверяем. И при необходимости регулируем напряжение на подстроечном резисторе на плате драйвер. Для двигателей NEMA17 для осей X и Y напряжение должно быть 0,6-0,7 вольт. А для более слабого движка оси Z в пределах от 0,1 до 0,2 вольт. При таком напряжении движку будет достаточно мощности для перемещения оси. Теперь самое время соединить ардуино и механику станка. Соединяем разъемы на плате двигателями одноименных осей. Далее при проверке работы осей, если они будут двигаться в неправильную сторону, разъем на плате можно будет перевернуть. Теперь можно подключить питание 12 вольт, а также подключить плату ардуино к компьютеру и запустить программу GRBL Control. Все должно заработать сразу. Если этого не произошло, проверяем в настройках порт и скорость порта. Как правило первая проблема нерабочего станка заключается именно в неправильно указанном порте. При необходимости меняем порт на нужный. Пробуем двигать осями. Как уже было сказано выше, если оси едут с противоположным направлением, переворачиваем разъем подключения двигателя на 180 градусов. В программе присутствует окно консоль. Если в нее ввести два значка доллара, то на экране отобразится все возможные настройки станка. Настроек много, но на начальном этапе нам будет необходимо только количество шагов на миллиметр хода. Это команды S100, S101 и S102, которые отвечают за количество шагов на миллиметр перемещения. Чтобы изменить это значение, необходимо прописать команду S100 равно 400 и нажать отправить. Значение S100 изменится на 400 шагов. Также можно изменять и другие значения, но особо углубляться в настройку прошивки мы не будем. На каретку оси Z устанавливаем рабочий инструмент, в моем случае это маркер. Он притягивается с помощью двух болтов М3. Выставляем нулевую точку координат для станка, отводим каретку в левый нижний угол. И опускаем ось Z до того момента, пока между маркером и рабочей поверхностью не будет минимально возможного расстояния. Это будет 0 координат. От программы обнуляем координаты и можно приступать к загрузке G-кода. В программе нажимаем открыть, выбираем необходимый G-код и нажимаем открыть. На экране видим визуализацию будущей операции. Можно запускать в работу. Но G-код необходимо для начала создать. Попробуем создать G-код для гравировки с помощью программы Inkscape. В первую очередь задаем размер рабочей области, в моем случае это 17х17 см. Эта настройка находится в меню File, свойства документа. С помощью инструментов на панели слева можно рисовать какие-то изображения или писать текст. Также можно будет загрузить любое изображение и превратить его в вектора для гравировки. Сейчас не будем углубляться во все тонкости настройки программы, а просто создадим текстовую гравировку, как самое первое простое изображение для проверки технологий. Далее следуем инструкциям на экране. Здесь важный параметр это глубина фрезеровки. То есть тонкость глубокого фреза прорежет материал относительно нулевой точки. В данном случае установлен параметр 1 мм. В библиотеке выбираем тип фрезы, например цилиндрическая, и на экран выводятся некоторые параметры фрезы. Сейчас досконально разбираться в каждом не будем, а поставим только диаметр фрезы равный 1 мм. Остальные значения ставим стандартными. Изображение есть, параметры гравировки заданы, можно перейти к созданию G-кода. Заходим в меню создания G-кода. Здесь указываем название управляющей программы и путь, куда необходимо ее сохранить. Обязательно возвращаемся во вкладку патч 2G-код и нажимаем применить. G-код сохраняется в указанное место. Теперь заходим в gmail control и открываем только что созданный файл. На экране можем наблюдать визуализацию нашего только что созданного G-кода. Теперь его можно отправить на гравировку. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели основные аспекты, связанные с созданием и настройкой ЧПУ станка. Нужно понимать, что настроек еще очень-очень много и не менее важны. Но сегодня было необходимо лишь запустить станок и создать простейший G-код для гравировки. Если видео вам понравилось, то цените его лайком и пишите в комментариях, интересное ли вам продолжение темы про ЧПУ станки. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok